Находимся мы в интересном таком месте под названием Фримаркет. На самом деле это что-то новенькое для нашего большого красноярска многомиллионного города. Рядом со мной Дарья Горячева, которая стала первопроходцем как раз в этой области. Даша, скажите, пожалуйста, чтобы люди понимали, что такое Фримаркет? Фримаркет — это магазин, в который вы можете принести свои вещи абсолютно бесплатно или забрать какую-то вещь, которая вам очень нужна. То есть вы можете за эту вещь заплатить деньги. Деньги пойдут в благотворительные фонды. То есть будут стоять ящики благотворительных фондов. И тот фонд, который вам больше нравится, вы туда именно можете положить деньги. Ну и, конечно, можете приносить свои вещи без технических повреждений, чтобы они желательно были чистыми. Это мужская, женская, детская одежда и обувь. Но сейчас, конечно, нужна тёплая одежда, потому что зима и холодно. Вот давайте, чтобы люди прям, что называется, на примере понимали, что нужно приносить, что не совсем пригодится. Вот я вижу вещи, которые уже принесли. Вот покажите, расскажите, вижу пиджаки, разные блузки. Они вообще приносят даже новые вещи, ну вот, новые джинсы. Сказал, ну вот я вырос из них, так сказать. Ну, почему бы не пожертвовать их вам? Приносят, конечно, тёплую одежду, пуховики, разные дублёнки, обувь вот здесь вот и, конечно, шапки. Приносят много детской одежды. Ну, даже школьную форму приносят. Вот скажите, какие категории одежды не принимаете? Ну, конечно, нижнее бельё и носки, это как бы личная гигиена, но мы их не принимаем. Если, например, одежда вот с какими-то повреждениями, мы что говорим тому, кто принёс? Унеси, отремонтируй, либо мы оставляем своими силами здесь, ремонтируем и продаем? Ну, своими силами мы не ремонтируем. Мы, конечно, стараемся как бы так гладко сказать, что, ну, эта вещь, ну, не подходит, ну, вы можете её отремонтировать и принести снова. Я знаю, что кроме вещей вы ещё нуждаетесь кое в чём? Стиральная машина? Да, нам нужна стиральная машинка, потому что, конечно, вещи нужно постирать, потому что у всех людей разные понятия о чистоте. Ну, и, конечно, приятнее взять вещи, которые чистые, которые приятно будут пахнуть. Правильно. Ну, в общем, товарный мид – это само собой. Вот, чтобы понимать, например, принесли джинсы, вот, не знаю, красная цена, сколько за них будет? Ну, сколько кто может отдать, столько он и будет платить. То есть ценника мы не видим, я прихожу, например, оставляю 100 рублей и забираю товар, да? Чтобы люди тоже понимали, существует несколько ящиков, куда ты кладёшь эти деньги? Да, будет несколько ящиков разных благотворительных фондов. И, то есть, какой фонд вам больше нравится, вы туда и можете пожертвовать деньги. Ну, я скажу сразу, что открытие фримаркета будет 23 ноября. Да, 23 ноября по адресу Робеспьер 34. Вещи где принимаете? Там же, на Робеспьер 34. В любое время? По путням с 9 до 10 и по выходным с 10 до 10. Ну, друзья, я думаю, это отличный способ ещё раз перебирать свой гардероб, найти то, что те вещи, из которых вы наверняка выросли, выросли вы, ваши дети, родственники, принести сюда. И, заметьте, это благое дело, и все деньги, которые будут выручены от всего товара, уйдут на благотворительность. Ну, ещё раз напомним, 23 ноября у нас открытие, и до 23 ноября ваши вещи ждут здесь, по адресу Робеспьера 34. И далее горячего вас может проконсультировать сама лично по всем вопросам.